Здравствуйте, друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор книг советской писательницы и журналистки Фриды Абрамовны Вигдоровой. Она родилась в семье Абрама Григорьевича и Софьи Борисовны Вигдоровых, окончила литературный факультет педагогического училища, преподавала русскую литературу в школе, затем переключилась на журналистскую работу. Сотрудничала с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета». В 1940-е годы публиковала в основном статьи о проблемах школы и воспитания детей. Часть статей в соавторстве с Норой Галь. В 1949 году вышла ее первая книга «Повесть. Мой класс». С середины 1950-х годов в большей степени Фриды Абрамовны работала на основе писем в редакцию, занимаясь помощью людям, попавшим в трудные обстоятельства. Она стояла у истоков этой особой журналистской специальности в позднесоветской газетной печати. Ее продолжателями были Евгений Богат, Ольга Чайковская и другие. Статьи этого рода составили две книги Вигдоровой «Дорогая редакция» и «Изданную посмертно. Кем вы ему приходитесь». Забывая о своем покое, отрываясь от любимой работы, от своих книг, она шла по первому зову, ехала в любую даль, одолевала враждебность и казенщину и никогда не складывала оружие, пока не удастся восстановить справедливость, выпрямить поломанную судьбу, поддержать, спасти. Писала в рецензии на вторую из этих книг критик Эдварда Кузьмина. Журналистские занятия человеческими судьбами привели Вигдорову к общественной деятельности. Она была депутатом районного совета народных депутатов. Особой страницей биографии Вигдоровой как общественного деятеля стало ее участие в судебном деле Иосифа Бродского, которому она привлекла внимание многих известных деятелей культуры. В феврале 1964 года Вигдорова присутствовала на суде над Бродским и сделала запись судебных слушаний, которая получила широкое распространение в сам издате. Собственно, с этой записи, получившей название «Судилище», наряду с некоторыми ранними произведениями Александра Солженицына, и начинается история общественно-политического сам издата в России. Запись также была многократно опубликована в разных странах и вызвала широкое движение западных интеллектуалов в защиту Бродского. А благодаря вмешательству Жана Поля Сартра в сентябре 1965 года Бродский был освобожден из ссылки. К этому моменту Вигдоровой уже месяц как не было в живых, но до последних дней она постоянно интересовалась ходом дела Бродского и его судьбой. Фрида Вигдорова оказывала разнообразную помощь и поддержку и другим писателям. Так, при ее активном участии была осуществлена публикация первых произведений Ирины Грековой и русского перевода сказки Сент-Экзупери «Маленький принц». Софья Богатырева писала про Вигдорову так. Ей не нужно было, чтобы ее просили. Она кидалась на помощь. Принято думать, будто читатели пишут в газету главным образом с одной целью – с просьбой помочь. Конечно, очень часто приходит письмо зов. Дорогая редакция, пришлите корреспондента, помогите, выручите. Но бывает и так, что в читательском письме нет никакой просьбы, а есть раздумья о людях, о жизни, есть вопросы, на которые человек просит ответить. И на те, и на другие письма газета откликается статьями и очерками. Журналист Фрида Абрамовна автор многих таких откликов. Не раз она выезжала туда, куда звала читательское письмо. В книге «Дорогая редакция» собраны очерки, написанные ею в ответ на читательские письма и публиковавшиеся в разные годы в литературной газете, в «Самольской правде», «Известиях», в журнале «Москва». Обычно эти письма начинаются словами «Дорогая редакция». Вот почему так названа эта книга. В повести «Мой класс» автор сам по профессии педагог рассказывает о молодой девушке, которая только начинает работать в школе, о том, как она ищет, думает, иной раз серьезно ошибается, огорчается и радуется, учит ребят и в то же время учится сама, познавая на опыте высокое счастье, быть советской учительницей. Еще далеко не все ладится в ее работе, но любовь к детям и стремление узнать их помогают ей найти верный путь во многих случаях. Учительница, от лица которой написана эта книга, повествует о своей работе правдиво и просто. Это и заставляет читателей волноваться вместе с нею, думать о рассказанном. Повесть «Семейное счастье» – первая книга идеологии «Семейное счастье. Любимая улица». Это книга о жизни московской семьи, о семейных отношениях, любви, материнстве, домашнем укладе, как в довоенную пору, так и во время войны. Жизнь семьи связана со всем тем, что происходит вокруг нее. Главная героиня повести Саша работает медсестрой в детской больнице. Сперва московской, а потом ташкентской. Один из главных героев – летчик, воюющий в Испании. Другой – фотокорреспондент, который пройдет фронт и плен. Тяжелый быт в эвакуации, страх за близких, отношения с родными, друзьями, коллегами, а главное – дети. Как и во всех произведениях Викторовой, в «Семейном счастье» звучат голоса детей. Сашиного брата, школьника-подростка, ее дочки в первой повести диалоги еще маленькой и ребят, с которыми она дружит. Это книга о жизни, настоящей, напряженной, сложной, порой мучительной и одновременно счастливой. Повесть «Любимая улица» завершает диалогию. Это книга о семье, о любви, о долге, о человеческих отношениях, о том, что можно быть просто счастливым. Викторова возвращает надежду и веру в то, что все будет хорошо. «Дорога в жизнь» – первая книга трилогии Фриды Викторовой о Семене Карабанове и его жене Гале в Черниговке, знакомых многим читателям по педагогической поэме Макаренко. В начале 30-х годов Карабанов приезжает возглавить детский дом для трудных детей под Ленинградом. Его подопечные – бывшие беспризорники, дети улицы, живущие по страшным волчьим законам. Эта пронзительная история никого не оставит равнодушным. В повести «Это мой дом» второй части трилогии Семен Карабанов становится директором детского дома в селе Черешенки. Все в новом месте совершенно иначе. Там живут другие дети, абсолютно не похожие на прежних воспитанников. Они не разбойники, не хулиганы, не трудные подростки, но также сильно хотят быть любимыми, хотят обрести новый дом. Трилогию Фриды Абрамовны о жизни в детских домах завершает повесть Черниговка. Жена Семена Карабанова становится директором детского дома и на нее ложится забота о детях, когда ее муж ходит на войну. Вся тяжба жизни в военное время отразилась в заключительной книге «Голод, холод, смерть, потеря близких людей, но главное – надежда на лучшие, потому что другого им не остается». Книга «Девочки» – это подлинный материнский дневник известной писательницы Фриды Абрамовны Викторовой. Документ одновременно исторический. Он охватывает период с октября 1941 года по июль 1955 года и глубоко личный. Написанный талантливой писательницей и журналисткой, этот дневник приобретает ценность художественного произведения. За описанием частной жизни, каждодневных материнских забот, живых диалогов на сиюминутные темы встает образ определенной эпохи. Но автор ставит и вечные вопросы. Что такое детство? Что такое любовь? Что такое материнство? Право записывать – это книга статей, очерков и записей Фриды Абрамовны. Большая ее часть построена на архивных материалах, писательских и журналистских блокнотах, в которых проявилась одна из главных особенностей таланта Викторовой – абсолютный слух на людскую речь и способность художественно воспроизводить услышанное многоголосие. В книгу включена также глава из ее неоконченной повести «Учитель». Помимо текстов писательницы, в книгу вошли фрагменты воспоминаний, статей, выступлений, посвященных ее жизни, творчеству и деятельности. Большая часть материалов публикуется впервые. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok